МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда с экспертами Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. С 1 сентября 2022 года в законодательстве в сфере охраны труда произошли глобальные изменения. Как выглядит новый порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда? Как теперь расследуются несчастные случаи на рабочем месте? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. И Александр Слепушкин, консультант отдела охраны труда, Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Дмитрий Владимирович, Александр Дмитриевич, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и для начала давайте поговорим о сентябрьских изменениях в законодательстве. Итак, что нужно отметить? За последние годы действительно Минтруд вносит довольно большое количество изменений в действующие нормативно-правые акты и вступает в силу новые документы. С 1 марта, как мы сейчас с вами помним, вступили в силу изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации. В частности, был переписан весь 10-й раздел Трудового кодекса, который посвящен охране труда. Не стал исключением и минувший сентябрь. Как мы тоже наверняка уже помним, что 247-й федеральный закон о государственных требованиях говорит нам о том, что устанавливаются две даты. Это 1 сентября и 1 марта, в которые у нас и вступают в силу подавляющее большинство законодательных актов, в том числе и регулирующие вопросы охраны труда. Ну, пожалуй, что основными, которые будут интересны нашим зрителям, это новый порядок обучения по охране труда, новый порядок расследования несчастных случаев и новый порядок расследования профессиональных заболеваний. Ну, вот, собственно говоря, то, что я и анонсировал. На самом деле, вот давайте тогда начнем по порядку. И, ну, начнем давайте с обучения. Вот новый порядок обучения по охране труда. Что это такое? Зачем это необходимо? И почему это важно? Старый порядок обучения по охране труда, а именно постановление Минтруда и Минобразования 1.2.29, было в нашей жизни практически 20 лет. Ну, действительно, за это время произошли довольно существенные изменения, в том числе и повседневные в нашей жизни, в том числе и условия труда на рабочем месте. Ну, и поэтому и вопрос обучения по охране труда тоже, соответственно, должен был претерпеть какие-то изменения. В настоящий момент у нас действует новый порядок обучения, который был утвержден постановлением правительства Российской Федерации. Это постановление номер 2464. И, действительно, в нем намечается немного новый подход к обучению. Если раньше наша задача работодателей была просто проводить обучение по охране труда, то теперь процесс обучения по охране труда стал более сложным, более многосоставным. А что значит более сложным, более многосоставным? Потому что, ну, мне, например, хочется понять, вот я пришел на рабочее место, мне рассказывают, вот что я могу делать, что делать не стоит, что делать категорически запрещено. Ну, собственно, все понятно. Ну, дело в том, что у нас работы по своей специфике довольно серьезно отличаются. Та же самая работа бухгалтера, работа сварщика, она отличается в разительной мере. Поэтому теперь у нас выделили отдельные виды обучения. То есть есть обучение отдельно по охране труда, есть обучение по оказанию первой помощи, что, в принципе, довольно актуальный вопрос, потому что, если мы посмотрим статистику международную, то есть сколько у нас произошло несчастных случаев, в частности со смертельным исходом, сколько людей этих, которые погибли на рабочем месте, их можно было спасти, то процент довольно-таки высокий. То есть говорит это о чем нам? Это говорит не только о том, что нужно всячески реформировать и поощрять систему здравоохранения, вкладывать деньги в специализированные учреждения, в частности, скорая помощь, но и при всем при этом необходимо учить, как оказывать первую помощь обычным людям, коллегам. Потому что те же самые приемы, непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, ну, может сделать абсолютно любой человек. Вот теперь у нас Минтрут обратил на это внимание, то есть разрабатываются работодателем, должны разрабатывать специальные программы обучения. Для этого у наших дорогих работодателей должны быть подготовлены и люди, которые будут проводить это обучение, то есть люди, которые имеют специальную подготовку. Инструкторы или преподаватели по оказанию первой помощи. Действительно, у работодателя есть возможность либо обучать это в учебном центре, либо же обучать это в внутренней комиссии. Но помимо того, что требуют специально обученные люди, должна быть еще материальная база. Это как минимум тренажер для оказания первой помощи. Это тоже немаловажно. Ну и еще одним новым видом обучения – это обучение по использованию средств индивидуальной защиты. Потому что мы по своей специфике занимаемся расследованием несчастных случаев. И довольно часто причиной несчастных случаев бывает либо в принципе неиспользование работникам средств индивидуальной защиты, либо их неправильное применение. Ну вот одними из самых таких вопиющих вариантов, когда люди получали довольно серьезные увечья и доходящие до смертельного исхода по причине неправильного применения средств индивидуальной защиты – это когда работник залез в колодец, на нем был противогаз, но при всем при этом он задохнулся. А причиной как раз послужило то, что работник не знал, из каких частей состоит противогаз. То есть он надел вот эту резиновую маску, у него не было ни фильтрующего устройства, ни баллона кислородного, ни трубка, которая выходит на поверхность. То есть опять-таки я думаю, что наверняка каждый разумный человек понимает, что канализационный колодец представляет довольно серьезную опасность. И если бы он надлежащим образом был обучен, как использовать и применять те или иные средства индивидуальной защиты, то возможно этого несчастного случая можно было бы избегнуть. Помимо того, что у нас выделены были отдельные виды обучения и сама программа обучения по охране труда, то есть безопасным методом приема выполнения работы у нас тоже претерпела изменения. Сама программа обучения по охране труда теперь разделена на три вида. И они у нас будут зависеть от, опять-таки, каких работников мы будем обучать. Есть программа А, то есть она у нас касается вопросов системы управления охраной труда, общих вопросов. То есть мы обучаем работников в принципе, что такое охрана труда, на что она делится, как работает система управления охраной труда, какие есть права и обязанности у работников. Есть специальные программы для работников, которые работают с вредными и опасными условиями труда. И есть программа В, которая у нас касается работы с опасными условиями труда. Ну, это довольно-таки логично, потому что, ну, наверное, какому-нибудь бухгалтеру работы с опасным условием труда, они не настолько актуальны, поэтому тратить время на то, чтобы рассказывать, как именно проводить эти работы, наверное, не самое правильное решение. Это занимает время у самого работника, это дополнительные ресурсы тратит работодатель, что не совсем в настоящий момент функционально. Ну, и еще было дополнительно, так скажем, более глубоко прописано, как необходимо работодателям организовать процесс стажировки на рабочем месте. Те же самые работы с опасными условиями труда, они подлежат, перед тем, как мы допускаем работника самостоятельно работы, мы должны в обязательном порядке провести стажировку под контролем опытного работника. То есть, чтобы он посмотрел, как нужно действительно правильно выполнять те или иные работы, а не просто мы запускаем человека, допустим, к работам в колодцах, те же самые работы на высоте, работы с электрическим током. Они у нас априори относятся к опасным работам, поэтому мы должны убедиться, что работник все понимает, все знает, и он представляет, как ему можно самостоятельно проводить эти самые работы. Нужно еще отметить, что новый порядок обучения, он такой у нас либеральный в хорошем смысле этого слова. Что вы имеете в виду? Говорится о том, что работодателям теперь даны большие свободы. В плане того, что если раньше мы должны были инструктажи по охране труда и процесс обучения по охране труда фиксировать в документах определенной формы, то теперь работодатели могут самостоятельно определять, как выглядеть будут эти документы. Законодатель единственное устанавливает обязательную информацию, которая должна быть внесена. Хотите вы ввести журнал инструктажей по охране труда? Пожалуйста, введите. Разработали вы какие-то иные документы? В карточке какие-нибудь обучения? То есть это внутреннее дело? Это вы определяете самостоятельно в зависимости от вашей специфики, вашей деятельности. Тут важный момент, вот какой я хотел, кстати, уточнить. Вот по поводу порядка обучения по охране труда. Вот вы сказали, что людей будут обучать оказывать первую медицинскую помощь. Это крайне важно. Первая помощь, не медицинская. Да, первая помощь, да, прошу прощения, это важный момент, действительно, важное замечание. Мы помним, что есть такое понятие «золотой час», есть такое понятие «бриллиантовые минуты». То есть когда человека, вот если здесь и сейчас сделать самые простые на самом деле действия, то есть для которых не нужно глубокое образование медицинское, но их сделать, то человек, скорее всего, останется жив, ну, либо там не останется инвалидом. Но здесь есть важный момент, нужно вот уже понимать детали, потому что, например, при некоторых видах переломов, вот насколько я знаю, например, человека вообще не надо трогать. Вот поэтому и обязанность работодателя обучить правильно распознавать виды травм как раз-таки работников, да, потому что, возможно, у вас потеря сознания, да, как вы сказали, перелом, это может быть открытый, закрытый перелом, что работники знали, какие действия необходимо предпринимать в тех или иных как раз-таки случаях. Потому что если он неправильно что-то сделает, то, естественно, это будет только хуже для самого пострадавшего. Да, вот тоже пример приведу, был у нас несчастный случай, именно связанный с производством, когда работника просто засыпало в траншеи в результате проходящего вблизи трактора, да, там не было правильно оборудована отсыпка, да, вот, его засыпало, и, естественно, вытащить работника нельзя было механическим путем, все приходилось производить вручную. Его коллеги, когда увидели, что он засыпал грунтом его, выкапывали вручную, и вы уже понимаете, что время нахождения его под землей, без кислорода, это, естественно, привело к тому, что он находился без сознания. Они его вытащили, да, оказали ему первую помощь. Ну, немножко переусердствовали, конечно, потому что сотрудник получил травмы тяжелые в результате перелома ребер, но, тем не менее, он остался жив, да. Пока не приехала скорая, они ему оказывали помощь, да, как они могли, как могли, как умели, да. На тот момент не было таких обязательных требований, что обязательно должны быть обучены правилам указания медицинской помощи. И, точнее, до врачебной помощи. До врачебной помощи. Но это уже, наверное, можно обучать только в специализированных центрах неких, потому что, ну, я с трудом себе представляю, где-то там в офисном центре, либо там в строительной компании, там в вагончике людям объясняют, это надо куда-то ехать, на тренажерах, на специальных макетрах. Нет, не обязательно, Дмитрий Владимирович уже сказал, главное, чтобы ваши именно инструкторы, это или вы можете, конечно же, отправить в учебный центр все, всех своих сотрудников, да, но это займет время, это займет денежные средства, конечно, потребуется большая часть, но у вас должна быть нормативная материальная база о том, что именно конкретно, чтобы освоили приемы и методы по оказанию первой помощи пострадавшим. Вот на тренажерах это все осваивается, они должны не один раз это все продемонстрировать, и как это правильно делается, потому что есть тренажеры, которые показывают, правильно или неправильно проводится непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, то ли количество кислорода поступает в легкие, это все только с тренировками, возможно. Ну, на самом деле важная такая история, потому что мы понимаем прекрасно, что вот все, что особенно касается производства, там, ну, к сожалению, эти риски есть, и они, наверное, никуда не денутся. При оказании первой помощи, кстати, очень важно именно как раз не только научить приемам, но и избавить людей от страха. А люди боятся как раз двух вещей, люди боятся сделать что-то не так. Вот я об этом сразу начал говорить, не перепутать. И люди боятся ответственности, боятся о том, что вот я начну делать непрямой массаж сердца, сломаю реброви, за это меня потом привлекут к ответственности. Но у нас не оказание медицинской помощи тоже. Это тоже ответственность. Но при всем при этом у нас есть такие замечательные статьи, как крайняя необходимость и в Уголовном кодексе, и в Кодексе административных правонарушениях. Поэтому если мы с вами, наша цель оказать первую помощь, но при этом нанесли ссадины, гематомы такие, да, то опять-таки нас это освобождает от ответственности. Мы пытались спасти человека. Мы хотели сделать как лучше. Тут уже не до миндальничания, да, то есть это у нас с вами идет такой процесс спасения жизни. Ну да, это вот известная, кстати, история, что когда там у человека западает язык, например, в крайних случаях нужно взять булавку, этот язык, извиняюсь за натурализм, приколоть к губе. Просто вот когда ты делаешь искусственное дыхание. То есть понятно, что язык надо проколоть, у губу надо проколоть, но, извините, человеку надо жизнь спасти, чтобы он у него не запал, чтобы он не задохнулся. Но есть менее-то травматичные способы это сделать. То, что я помню еще, так сказать, вот, ну, со времен там школы и службы в армии, то, что нам рассказывали, объясняли, что, ребята, такое тоже бывает. Это да, миндальничать нельзя. Вот один из примеров тоже вспомнил. У нас на одном из мероприятий проводили, вот, девушке стало плохо, потеряло сознание, но у Дмитрия Владимировича всегда с собой аптечка специальная, кстати говоря. Такая полная. Даже расширенная. Не та, которая должна хорониться в офисах. Это плюс еще дополнительные, там, жгуты, повязки специальные, да. Да, и вот оказали ей первую доврачебную помощь, пока ехала скорая. Привели ее в чувство, да, и скорая уже приехала, но, тем не менее, она уже стояла на ногах, но вот забрали, потому что они тоже не могли диагностировать, что с девушкой, почему ей стало плохо, уже и мама подъехала тоже. Ну, рекомендовали врачи все-таки госпитализировать ее, чтобы уже узнать, почему терять сознание. Ну, вот как раз, когда в хорошем смысле слова, профессиональная деформация заставляет быть осторожным. Такие прям редки, но вот удивительно бывает. Еще в контексте обучения по охране труда, хотел бы обратить внимание наших работодателей, что в новом порядке обучения у нас теперь существуют к ним особые требования. С 1 марта следующего года, 23 года, у нас будет на портале Минтруда будет формирован специальный реестр работодателей, которые имеют право обучать своих сотрудников внутренней комиссии. В настоящий момент это может делать абсолютно любой работодатель. С 1 марта только те, которые будут внесены в этот реестр. Поэтому подготовиться следует уже в настоящий момент, потому что там, соответственно, процесс довольно-таки, ну, сложного нету ничего, но, опять-таки, он потребует некоторых усилий от работодателя. В частности, должны быть люди обученные и по оказанию первой помощи, и по использованию средств индивидуальной защиты, особенно это касается, если у вас есть работники рабочих профессий, те, кто использует как раз средства индивидуальной защиты. То есть, опять, их будут должны учить именно люди, которые обучены как раз по обучению, потому что что же они могут рассказать, если сами ничего не знают. Ну и про материальную базу не забываем, что если в вашей организации 100 и больше человек, у вас должно быть специальное помещение для обучения, специальный выделенный компьютер, где, соответственно, будут обучаться ваши работники, будут родиться методические программы в том числе, ну и, конечно, тренажер для оказания первой помощи, если вы опять решитесь обучать именно внутренней комиссии, внутри своей организации, а не отправлять всех работников в учебный центр. Если отправляешь, то, соответственно, ни помещение, ни компьютер не нужен? Не требуется. Требования предъявляются как раз к организациям, которые сами правят. Решили сами, взяли на себя. Ну, то есть, это как раз вот к вопросу о том, что, наверное, если посчитать деньги, наверное, целесообразнее все-таки отправить. Потому что, с одной стороны, обучат профессионально, с другой стороны, тебе вот эти... В зависимости, опять-таки, от финансовых возможностей, от специфики деятельности организации. Ну, это все определяют. Ну, да, от текучки тоже, если у тебя там каждый месяц новые люди появляются. У нас вообще, в настоящий момент, все, очень многие вопросы отданы как раз вот на решение работодателя. Ну, и при этом работодатель должен понимать, что он на себя берет большую ответственность, потому что, ну, это жизнь и здоровье людей. Это даже вопрос не только закона. Ну, в настоящий момент государство доверяет работодателям, а это доверие, соответственно, нужно заслужить и оправдать. Ну, они уже заслужили хотя бы оправдать. Вот, также утверждены различные нормативно-правовые акты, регулирующие те или иные области в охране труда. Вот об этом, о чем речь идет? Ну, у нас довольно большое количество изменений в законодательные акты. В том числе и в Трудовой кодекс у нас постоянно вносятся изменения. Они не только макты касались, они у нас касаются. И они у нас постоянно вносятся изменения. Потому что, ну, как говорится, жизнь стоит на месте. В настоящий момент текущая, и в том числе и политическая ситуация диктует свои условия. Поэтому, ну, довольно большое количество этих самых изменений. Ну, уже даже на сегодняшний момент уже известно, что с 1 сентября у нас вносятся изменения следующего года, 2023 года у нас в качестве основы это выдача средств индивидуальной защиты, смывающих, обезвреживающих средств. Потому что дано время работодателю подготовиться, принять необходимые меры. Вот у нас в этом году должен был вступить в силу изменения, касающихся инструкций по охране труда. Да, да. Но вот работодателю дали время подготовиться. С 1 января только вступит в силу окончательно уже все. Поэтому, если кто-то еще не изменил свои инструкции по охране труда, в принципе, дается время, и никто не будет за этим жестко наказывать. Ну, время действительно дается. Дело в том, что в настоящий момент у нас основными локальными документами, которые у работодателя имеется в виду, которые как раз регулируют, как именно должны проводиться те или иные работы, являются инструкции по охране труда, которые для всех профессий и видов работы. С 1 января одних инструкций будет недостаточно. Должны еще разрабатываться и специальные документы, правила по охране труда. Чем они у нас отличаться будут? Инструкции, они направлены на самих работников. То есть, как работнику безопасно выполнять работу. Но мы понимаем с вами, не только от работника зависит. Очень важный момент – это как организовать процессы. И как раз вот в правилах мы должны расписать. Ну, банальный пример. У нас перегорела в комнате лампочка, поэтому нам необходимо ее заменить. У нас будут два документа. Это правила по охране труда, которые будут проявлять требования как раз к организационному процессу. То есть, кого мы можем допустить. Не любой сотрудник. Не любой сотрудник. Допустим, правила будут распространяться, как раз, на завхоза. Да, тот, кто занимается хозяйственными вопросами. Кого мы можем допустить туда? Требуется ли у него какое-то особое обучение по охране труда? Если стремянку используют, то работа на высоте. Раз он с электричеством работает, значит, у него допуски должны быть, соответственно, обучение по электробезопасности. Во что он должен быть одет? Где ему нужно, соответственно, какой спецодежды его надо обеспечить? Сколько человек должны выполнять эту процедуру? Все это будет установлено внутренними локальными документами и правилами по охране труда. В инструкции же прописано, где работник должен, соответственно, у кого, кто может ему дать производственное задание? Ему сказали, где ему взять эту стремянку? Где ему взять спецодежду? Как ему нужно подниматься на эту лестницу? Как ему вкручивать лампочку? Поэтому, действительно, довольно важные, существенные изменения. Ну да, выглядит это как бы, с одной стороны, где-то, может быть, иногда несерьезно, но мы понимаем, что здесь, с другой стороны, риски, связанные со здоровьем человека. Совершенно верно. Это еще и не только риски со здоровьем человека, это еще и профессиональные риски. Профессиональные риски, связанные со здоровьем человека. Вот как раз, если говорить об этом, продолжая тему, изменился, вернее, теперь введен новый порядок расследования несчастных случаев. О чем речь? Как уже сказал мой коллега Дмитрий Владимирович, да, у нас изменения касательно обучения по охране труда. Да, и это основные обязанности работодателя, да, это обучение по охране труда, это расследование несчастных случаев, да, это сохранение жизни и здоровья своих сотрудников на предприятии, на производстве. И наш отдел занимается, прежде всего, участием в расследовании несчастных случаев, те, которые произошли на территории городского округа Самара. Вот, поэтому мы проводили буквально на прошлой неделе, 23-го числа, совещание, семинар большой такой крупный для организации, для работодателей. Касается изменений вот по охране труда, которые вступили в силу, и в том числе по расследованию несчастных случаев, потому что сейчас у нас вступили изменения о том, что не только тяжелые, легкие и групповые несчастные случаи необходимо расследовать и учитывать организациями, да. У нас еще есть, появились микротравмы, такое понятие, как микротравмы, и они тоже подлежат расследованию. Но, конечно же, допустим, если учеты расследования несчастных случаев, да, тяжелых, смертельных, это ведется комиссией, возглавляемых государственным инспектором труда, члены комиссии могут быть там еще приглашенные, это из фонда социального страхования, из органов исполнительной власти, то микротравмы, они, конечно же, вот сейчас расследуются внутри организации. Их необходимо прежде всего... То есть это только внутри организации? Микротравмы учитываются и расследуются внутри организации. Это связано с тем, что государство думает о работниках и о том, что и работодатель должен думать об этих работниках, потому что из микротравм, которые происходят в организации, потом могут вытечь и легкие травмы, да, и тяжелые травмы, вплоть до со смертельным исходом. Это одно из таких нововведений, которое пытается снизить количество несчастных случаев, потому что, вот давайте, вот пример вам приведу, у нас 89 несчастных случаев было зафиксировано за 8 месяцев этого года на территории городского округа Самара, да. И из них, из 89, 48 именно связано с производством. Это производственные несчастные случаи, да, это и со смертельным исходом, и тяжелые несчастные случаи, и групповые, да, они тоже есть. Тем не менее, статистика говорит о том, что у нас бывают скачки, рост несчастных случаев, бывает снижение несчастных случаев. Прошлый год, как вы сами знаете, да, был, наверное, меньше работали сотрудники, потому что кто-то находился дома на карантине, да, работники меньше получали травмы, но тем не менее, несчастные случаи все равно происходят и не перестают происходить. И основная причина несчастных случаев, именно связанных с производством, это неудовлетворительная организация производства работ. Это говорит о том, что работодатель мало обращает внимания как раз-таки на охрану труда, не заботится о сохранении жизни и здоровья своих сотрудников. У нас в связи с внесением изменений, вот как раз-таки порядок расследований несчастных случаев изменился, да, утратил свою силу в 73-е положение по порядку расследования, вступило новое положение 223. 23-е, и внесены изменения даже виды и причины несчастных случаев, они расширились. Если раньше были до 15 причин, да, то теперь еще есть подпричины различные, да, вот если... Прочие причины, вот пример тоже приведу, прочие причины была причина номер 15, потому что очень много кодировок есть, да, то теперь это даже подпричина 15, она разбита на различные кодировки. Поэтому даже есть дорожно-транспортные происшествия, это причина 7, ДТП, есть по вине работника организации, с кем произошел несчастный случай, есть по вине другой организации, есть третьи лица виновные. Все это тоже внесены изменения, потому что у нас жизнь и время диктуют новые требования, новые условия, все необходимо изменять, да, поэтому также меняется и порядок расследования несчастных случаев. Ну, это на самом деле важно для предприятия. Почему? Потому что если это происходит, это говорит еще о том, что производственные процессы неправильно организованы. Потому что когда все организовано правильно, несчастных случаев быть не должно. И, кстати говоря, вот из нововведений, то, что касается расследования несчастных случаев, дополнительно внесли как раз в акты, документы, которые необходимо заполнять, акты, извещения, да, все формы. Дополнительные условия – это проведение оценки профессиональных рисков. Это одно из нововведений, которые у нас есть, да, у нас была раньше специальная оценка условий труда, теперь еще дополнительно оценка профессиональных рисков и в обязательном порядке смотрится комиссией, проводилась ли оценка профессиональных рисков на рабочем месте пострадавшего, будь то групповой несчастный случай, тяжелый несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом. — Осталось совсем немного времени. Вот последний вопрос, и очень важный, особенно в сфере последних событий, к сожалению, новый порядок психиатрических освидетельств не вводится. Что это такое? — Отдельной категории наших работников, потому что у нас все работники, должны проходить периодические обязательные психиатрические освидетельствования. Но это в основном связано с работами, которые требуют особого внимания, в том числе водители, те, кто работают на высоте, подземные работы, где не только существует риск получения травмы, но и опять-таки от их правильных или неправильных действий самих работников могут получить травмы не только сами работники, но и посторонние люди. — Поэтому у нас существует такая необходимость. По старому приказу, который у нас регулировал как раз обязанность работодать и отправлять на психиатрические освидетельствования, все работники, которые относятся к этим категориям работы, а перечень там довольно-таки большой, я думаю, перечислять сейчас в настоящий момент смысла нет, должны были проходить психиатрические освидетельствования. — В специально установленных медицинских учреждениях у нас существует на территории Самарской области приказ, который был издан Министерством здравоохранения, который делегирует... — Раньше это были две, точнее, раньше было только одно учреждение, это наша психиатрическая больница, которая могла только проводить такие психиатрические исследования. В настоящий момент таких учреждений два, это наркологическим диспансерам еще в настоящий момент такое право дали, и они должны были давать заключение о том, что могут или не могут, соответственно, работники выполнять те работы, по которым они работают. Для этих целей работодателям в обязательном порядке должны составляться специальные перечни тех работ, которые у них относятся к этому, которые должны проходить эти психиатрические исследования. Должен заключаться договор между работодателем и соответствующей медицинской организацией. Работнику на руки должно выдаваться направление в эту медицинскую организацию. Все эти услуги должны оказываться исключительно за счет работодателя. Если у наших дорогих работодателей они раньше отправляли таких работников на психиатрические исследования, то им нужно скорректировать свои перечни, потому что многие профессии, которые раньше подлежали обязательным психиатрическим осведействиям, в настоящий момент в этом перечне нет. Вместе с тем у нас добавлены были, в частности, работы, которые связаны с государственной тайной. Эти работники теперь должны проходить психиатрические исследования. И если раньше работники проходили раз в пять лет эти обследования, то теперь у нас с вами такого жесткого периода нет. Есть указано в качестве основания только, если работники за два года до этого ни разу не проходили, то мы должны их направлять. Либо же, если в результате периодических медицинских осмотров психиатр выявил какие-то отклонения. И в этом случае, соответственно, нужно будет их отправлять. Спасибо за интересную и содержательную беседу. Время программы подошло к концу. Надеюсь, что несчастных случаев у нас будет как можно меньше. Мы тоже надеемся. На самом деле смысл вашей работы. Спасибо большое. Всего вам самого доброго. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин